Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Ставка на импортозамещение. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов посетил помощник президента. Промышленность всегда являлась той отраслью, которая зарабатывает деньги для нашей социальной сферы. Что в фокусе внимания? От водителя до пешехода одна поездка. В Бобруйске задержали пьяного автомобилиста. Тегаи Бобруйска, старший лейтенант милиции Шевченко. Что пили? Ну, ну, ну. Надолго ли хозяин припаркует Митсубиси? Духовное очищение. Православные верующие готовятся встретить крещение Господня. Праздник, называющий просвещение, благоявление. Христос явился в этот мир для того, чтобы начать свое проповедь. Как подготовиться к погружению? А также кадровые рокировки, накопительная пенсия и мобильный контент. Белорусские разработчики приложений в лидерах мирового рейтинга. В каких категориях? Кадры решают все. Президент назначил новых руководителей высших учебных заведений. Сергей Каспирович займет пост ректора Брестского государственного технического университета. Ранее он был начальником главного управления Минобразования. Уже бывший ректор Медицинской академии, после дипломного образования Алексей Чуканов возглавит Витебский государственный орден Дружбы народов Медицинский университет. Валентин Пешко, первый проректор Гродненского аграрного университета, стал его ректором. Глава государства согласовал и руководителей местной вертикали власти. Депутат Палаты представителей Ирина Полякова возглавила городокский райисполком. Александр Сысоев займет пост главы администрации железнодорожного района Витебска. Ранее он был управляющим делами Витебского облсполкома. К кадрам надо относиться аккуратно. Но еще раз говорю, если профессионал, если предан стране, готов работать, с ним надо работать. Нельзя махать налево и направо шашкой. Вдумчиво подходить. Есть хорошие кадры, будет результат. Тем более речь идет о руководителях высокого уровня. Если они на месте, крепкий будет результат. Процентов на 90 от руководителя зависит в любом деле. Поэтому это должно быть для всех законом и наукой. И придя туда, я полагаю, что всегда надо давать шанс человеку. Нельзя, ну где-то ошибся, оступился. Дайте время, дайте время, чтобы человек пришел в себя, помогите, если нужно. А вдруг с ним вот что-то получится. Но если уже увидели, что, посоветуйтесь с людьми, поговорите, кто работал, кто знает. Но в том уже принимайте решение. Также Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Бахановича на пост первого заместителя министра образования. Павел Лемех теперь замминистра финансов. Олег Войнов стал директором департамента по архивам и делопроизводству Минюста. На пост управляющего делами Витебского облсполкома заступит Юрий Пернач. Одним бокалом здесь не обошлось. В Бобруйске накануне задержали нетрезвого водителя. Внимание сотрудников ГАИ на Минске привлек стиль вождения Митсубиси. За рулем иномарки оказался 47-летний местный житель. Мужчина с трудом разговаривал и еле шел. Алкотестер подтвердил предположение дорожной милиции. 3,8 промилле. ГАИ Бобруйска, старший лейтенант милиции Шевченко. Что пили? Ну, ну, ну. За промечивый поступок водителю грозит штраф до 7400 рублей. Сесть за руль он сможет не раньше, чем через 5 лет. В Бобруйске за две недели нового года за нетрезвую езду к ответственности привлечены уже 13 человек. Производить и продавать. Бобруйск посетил помощник президента, инспектор по Могилевской области. В частности, Леонид Портенек проанализировал работу завода тракторных деталей и агрегатов. Достойная продукция, высокие объемы производства и комфортные условия труда – показатели любого успешного предприятия. А изучение и мониторинг позволяют обеспечивать стабильное функционирование промышленного комплекса. Промышленность всегда являлась той отраслью, которая зарабатывает деньги для нашей социальной сферы, для нашего, в том числе и сельского хозяйства, потому что не секрет, это датируемая отрасль, которая выполняет функции, важные функции, но основная же доля все-таки ложится на промышленный комплекс. Более 20 моделей тракторов и полторы тысячи видов деталей – такой минимум для себя определяет предприятие. Только в прошлом году специалисты выпустили порядка двух тысяч единиц техники, производственные мощности загружены практически полностью. Также завод стал лауреатом Международной бизнес-премии «Лидер года-2022». Двусторонний контракт «Российское топливо» и аномальная зима. Резкие перепады температуры и дожди привели к паводкам. Какие районы пострадали больше других? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Русатом начал поставку топлива на БелАЭС по двустороннему контракту. Уже успешно пройден входной контроль. Общий объем был рассчитан на стартовую загрузку и на первую перезагрузку. За разработку отвечает новосибирский завод химконцентратов. Возведение атомной станции, напомним, началось в 2013-м совместно с Российской госкорпорацией. Официальный запуск энергоблока состоялся в ноябре 2020-го. В Беларуси создадут реестр фактов домашнего насилия. До июля 2024-го его интегрируют в общую инфосистему. Данные будут вноситься в течение суток. Доступ специалисты откроют для сотрудников МВД, а при необходимости – оперативно-аналитическому центру и КГБ. Сведения могут корректироваться, если, к примеру, административное дело прекращено. Вся личная информация под строгой защитой. Накопительную пенсию в 2022-м оформили почти 11 тысяч белорусов. Самый популярный тариф – 3 плюс 3, когда сотрудник и наниматель отчисляют одинаковую сумму. Чаще всего договоры заключают граждане от 48 до 58. Онлайн-оформлению предпочтений отдают лишь чуть больше 19%. Остальные остаются верны личной встрече в офисе. Резкие перепады температуры и дожди привели к паводкам. Последствия аномальной зимы ощутили в разных регионах страны, особенно на севере и востоке Беларуси. Под талой водой оказались хозяйственные постройки, подворья, а также участки дорог. В ближайшие дни ситуация сохранится. Специалисты готовы экстренно предотвратить любые негативные ситуации. Белорусские разработчики мобильных приложений в лидерах мирового рейтинга. Так, по информации американского аналитического агентства, программа для женского здоровья заняла шестое место по количеству глобальных загрузок. Тем временем компания Say Games расположилась на пятой строчке по числу установок. В списке 9 категорий. Среди них игры, финансы, стриминговые сервисы и социальные медиа. Верующие готовятся встретить с крещением Господня. Сам праздник отмечают походом в церковь. Некоторые окунанием в купели. В Бобруйске официально разрешено погружаться только в двух местах. Возле грибной базы и на территории второй спасательной станции. Там будут дежурить медики, водолазы и сотрудники Красного Креста. Подробности у Татьяны Горбач. Уже в четверг православный мир встретит одну из главных дат в христианском календаре – крещение Господне. В сочельник верующие придерживаются поста, вечером обязательно посещают храм, где происходит чин освящения воды. Те, кто не боится холода, окунаются в Иордань. Праздник называется еще просвещение, Богоявление. Христос явился в этот мир для того, чтобы начать свое проповедь. И с тех пор в этот день мы освящаем воду. А зачем освящать воду? Опять же по той причине, что Бог нам все дал чистоте и гармонии. И мы своими грехами, своей греховной жизнью, к сожалению, все там рачаем. Официально в Бобруйске разрешено окунаться возле грибной базы на Береговой и на территории второй спасательной станции в Приберезенском микрорайоне. Купели расположатся около берега. Их оборудуют противоскользящим покрытием, мостиками и деревянными лестницами для спуска в воду. Рядом установят палатки с отоплением, организуют полевую кухню с раздачей чая. Важно помнить, что окунаться в воду необходимо в специально оборудованных и специально отведенных местах. Там, где будут дежурить медики и спасатели. Конечно же, не стоит геройствовать. Нужно трезво оценивать свои силы, свое здоровье. И помнить, что перед окунанием в воду ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. Врачи советуют подготовиться к погружению заранее. За несколько дней начинать обливание холодной водой. Новичкам не рекомендуют окунаться с головой и находиться в проруби более 10 секунд. Подходить к купели необходимо в удобной, нескользкой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. А после погружения обязательно растереться насухо махровым полотенцем. В городе Бобруйске началась подготовка к крещенским традиционным купаниям. Осложняются работы немного затянувшейся отеплю и подъемом уровня воды. Освод будет обеспечивать безопасность в среду 18 числа с 17.30 до 22 и в четверг с 9 до 22 часов. К крещенским купаниям можно относиться по-разному. Для одних это традиция закаливания тела, для других – очищение от грехов, для третьих – возможность вспомнить события, описанные в Евангелии. Между тем, ежегодно более сотни тысяч белорусов, несмотря на холод и страхи, окунаются в прорубь. В надежде выйти из купели, пусть не другим человеком, но точно обновленным. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Прямо к дому в Бобруйском районе набирает популярность моторизованная доставка почты. Сотрудники привозят письма, посылки, прессу, продукты и даже товары из интернет-магазина. Все можно оплатить на месте – от подписки до коммунальных услуг. В зоне обслуживания – 171 населенный пункт. От долгожданной весточки Карина Гуревич. Пока одни только просыпаются и заваривают кофе, другие уже в самом разгаре трудового дня. Работа в службе моторизованной доставки почты кипит с 6 утра. Сначала сотрудники получают заказные письма, посылки, отправления и печатные СМИ. А это порядка тысячи газет и журналов. Дальше приступают к сортировке по 10 доставочным участкам. Я постоянно слышу слова благодарности в адрес моих почтальонов, что они в любую погоду доходят до каждого клиента и оказывают услуги «Рубилпочту». Перед выездом начальник службы подводит итоги предыдущего дня и ставит задачи на грядущие. Работа с людьми, где каждому необходимо особое внимание, ответственное и непростое дело. Дальше 8 почтальонов отправляются на свой маршрут. Впереди 1240 километров. Каждый день добираются в самые отдаленные места Бавруйского района. Это 171 населенный пункт. Елена Гурская знает Сычкова каждый поворот. Уже 7 лет деревня – часть ее ежедневного маршрута. Первым делом сотрудник заглядывает в сельсовет, доставляет простые и заказные письма, газеты и журналы. Незаменимый суперпомощник – мобильный почтальон. Благодаря гаджету клиенты могут прямо на месте расплатиться как наличными, так и картой. От подписки до оплаты коммунальных услуг. Раньше работники брали с собой квитанции, каталоги, ведомости и все заполняли вручную. Пользуемся услугами постоянно. Мы делаем подписку газет. Вот уже который год мы у Лены заказываем новогодние подарки для внуков. Мне это очень удобно и очень нравится. И мы благодарны Лене, что она нас выручает. Любители онлайн-маркетов через официальный сайт могут заказать практически все – от книг до мебели. И совершенно не нужно думать о доставке. Покупку привозят прямо к дому. Есть возможность попасть на хорошие скидки, а в удобном интерфейсе разберется даже ребенок. Цена соответствует качеству. Товары белорусских производителей. Им можно заказать все. Мне вот последний раз Лена привозила качелю. Мы объехали все магазины, такие цены, а внучке хотелось на каникулы купить качелю. Посмотрела в интернет-магазине, акция, скидка, заказала. Приобрести у сотрудника можно и продукты – конфеты, печенье, консервы, кофе, сахар. Доставка товаров особенно популярна у пенсионеров в зимнее время. Это позволяет сократить походы в магазин до минимума. О качестве и сроке годности точно можно не переживать. Пришла я на почту случайно, никогда не думала, что буду почтальоном. Ну так вот выбирала работу и думаю, может загляну на почту. А вдруг для меня вакансия есть. В зоне обслуживания у нас тысяча человек, 176 пенсионеров у нас получают пенсию. Служба, которая работает по всей стране, зародилась именно в Бобруйске. Произошло это еще 1 января 2015-го. Сейчас свыше 7 тысяч жителей каждый день ждут почтальонов, которые в любую погоду берутся за работу и приносят долгожданные весточки. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин